Есть еще одно дело, громкое дело. Сегодня по этому делу круглосуточный домашний арест, такую самоизоляцию, получила Татьяна Черновол. Ряд политиков выступили в поддержку Татьяны Черновол, а ее тоже обвиняют в умышленном убийстве, поджоге офиса партии регионов. Она, в принципе, сама не скрывает эту историю. В связи с чем погиб человек, обычный, мирный, не участник революции, просто погиб от пожара. Эту историю называют политическим преследованием. В эту историю вписываются не только депутаты разных фракций, вписываются чиновники. В эту историю вписался экс-соратник по партии Народный фронт Татьяна Черновол, Арсен Борисович Аваков. По сути, большой пост написал, конфликт интересов и так далее. Изучив детально законы, мы можем понимать, что конфликта интересов нет. Мы можем понимать, что если умышленное убийство, то и оно будет доказано честным судьей, честным следователем и прокурором, значит, она должна сесть. Как в данном случае реакция политиков и непосредственно главы ведомства правоохранительного может повлиять на дальнейшую судьбу подозреваемой в умышленном убийстве Татьяны Черновол? Вы знаете, Таня Черновол не герой моего романа. И я плохо отношусь, когда в данном случае политики уровня Арсена Борисовича Авакова публично ее поддерживают. Это можно расценить как давление на следствие. Если бы Арсен Аваков не был министром внутренних дел, а был просто соратником Тани Черновол по Майдану и пенсионерам, это одно. Я думаю, что это ошибка, что он ее публично поддержал. Но я опять-таки за справедливость. Если есть состав преступления, судите. Если нет состава преступления, не трогайте.